МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Полина Назарова. И вначале коротко о главном. Сфера общественного питания задыхается от ограничений, введенных Роспотребнадзором. Предприниматели несут убытки, а налоги в бюджет резко сократились. На 1 ноября 2020 года в 4 раза по общей системе налогообложений и на 20% по упрощенной системе налогообложений. Подразделения МЧС по Хакасии получили новую спецтехнику. Такой подарок получили спасатели 30-летию со дня основания службы. Комфорт для людей, для бойцов, безопасность самое главное. В Хакасии заработал единый федеральный номер по вопросам коронавируса. Номер 122, бесплатный и круглосуточный. В Центр можно будет обратиться по вопросам оформления заявки на вызов скорой помощи, на отложной помощи, на вызов врача на дом. 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Памятную дату выбрали не случайно. В 1966 году прах неизвестного солдата из братской могилы был перенесен и торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня глава Хакасии Валентин Коновалов и председатель Верховного Совета Республики Владимир Штыгашев возложили цветы к вечному огню в Парке Победы почти в память погибших в битвах воинах. В годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано без малого 70 тысяч жителей Хакасии. Почти половина бойцов домой так и не вернулась. Пропавших без вести более 15 тысяч человек. Сфера общественного питания задыхается от ограничительных мер, введенных Роспотребнадзором. Об этом сегодня заявил министр экономического развития Хакасии Виктор Богушевич в ходе правительственного оперштаба. Тему продолжит мой коллега Оскар Артамонов. Как сообщают специалисты, с начала этой недели ситуация с коечным фондом в Хакасии стабилизировалась. В республиканской столице на сегодняшний момент насчитывается 79 мест, а в Саиногорске после открытия медцентра 74 свободных коек для пациентов с коронавирусом. Параллельно республиканский Минздрав прорабатывает вопрос по усилению мощностей ПЦР-тестирования. В течение двух последующих недель поступит оборудование, и мы еще по одному рабочему месту в наши пять лабораторий еще добавим. То есть мы еще будем увеличивать. Жаркую дискуссию на сегодняшнем оперштабе вызвал вопрос режима работы кафе, баров, ресторанов. Напомним, до конца этой недели они могут принимать посетителей лишь до 22 часов. Представитель сферы общественного питания Максим Инаев настаивает. Подобные ограничения лишь приведут к массовому закрытию заведений, потому что предновогодний месяц, как нетрудно догадаться, самая горячая пора для общепита. Никто уже не говорит о прошлогодней выручке. Весь вопрос в том, чтобы заплатить зарплату штатным работникам, поскольку это будущие кандидаты на биржу труда. Если брать всю отрасль, то есть от лица всех представителей, говорю, здесь речь идет о практически пяти тысячах человек. Кроме самих кафе и ресторанов, жертвами ограничительных мер может стать целый ряд обслуживающих сфер, отмечают в Минэкономразвитиях Акассии. Как рассказал руководитель ведомства Виктор Богушевич, эта сфера составляет порядка 42% валового регионального продукта. Те же налоговые поступления от общепита, они у нас сократились. На 1 ноября 2020 года в 4 раза по общей системе налогообложений и на 20% по упрощенной системе налогообложений. А мы понимаем, что у нас от этого зависит и бюджет республики. И к этому общепиту у нас завязаны много торговых компаний, сельскостоваропроизводителей наших местных. В свою очередь специалисты Роспотребнадзора приводят свои неутешительные цифры потерь, которые терпит государство в связи с резким ростом заболевших COVID-19. Тариф на оказание стационарной медицинской помощи больным COVID-19 более чем в три раза выше, чем в реказании помощи больному гриппу. Кроме того, значимые финансовые затраты на проведении противнических мероприятий, это дезинфекция, экстренная профилактика и другие вопросы. Подводя итоги оперштаба, глава Хакасии подчеркнул, легкого решения вопроса с режимом работы заведения общепита найти не получится. Конечно, нам надо будет смотреть на заболеваемость. Вы понимаете, что если у нас пойдет резкий рост, то о каких-то послаблениях будет сложно говорить. Но если ситуация будет стабильна, я думаю, что совместно с Роспотребнадзором мы сможем отработать порядок, который в той или иной степени устроит и Роспотребнадзор, который войдет в рамках тех норм, которые сегодня приняты санитарно-эпидемиологически и учтет интересы ваши как предприниматели. Оскар Артамонов, Андрей Держу, РТС. Между тем, эпид-обстановка в Хакасии остается напряженной. Новых случаев заражения на сегодняшний день 182, скончалось трое. Всего летальных случаев в республике 116. Больше всего заболевших в столице Хакасии 69 человек. Количество тяжелых больных и тех, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких, 208 и 15 пациентов соответственно. В общей сложности в республике зарегистрировано больше 12,5 тысяч случаев COVID-19. А тех, кто справился с болезнью, на сегодняшний день больше, чем накануне. 220 человек. В Хакасии заработал единый федеральный номер по вопросам ковида. Номер 122 бесплатный и круглосуточный. Как организована работа и по каким вопросам жители республики могут по нему обращаться, расскажет Ольга Барловская. Здравствуйте, единый центр, колец, слушаю вас. После шквала звонков на разные телефоны в республике создали единый центр управления. Сегодня в колл-центре 19 операторов. Это волонтеры, студенты. Есть врачи, которые профессионально могут ответить на медицинские вопросы и имеют доступ к персональным данным пациентов. Лариса Чаптыкова, стоматолог Абаканской поликлиники. Плановая помощь приостановлена, но Лариса Владимировна продолжает помогать людям. Мне жаль всех. Мне жаль своих пациентов в первую очередь. Мне жаль людей, которые всегда звонят. Состояние раздрая, усталости, раздраженности, боли. Естественно, мы стараемся помочь, успокоить. Очень много у нас людей, которые и медики, и до 12 ночные дежурства, и когда совершается это состояние, жаль. Ждем улучшения ситуации. По номеру 122 люди могут оформить заявки на вызов скорой, неотложной помощи, врача на дом, заказать бесплатные лекарства, получить психологическую и медико-консультативную помощь. Кроме этого, можно будет в центр обратиться по вопросам результатов исследований на ковид. Поможем разобраться, как оформляется больничный лист, в том числе и тех граждан, которые у нас называются контактными. Мы также можем оказать психологическую помощь и ответить на все вопросы, касающиеся ковид-19. За сутки в центр поступает около тысячи звонков. Создана цифровая база знаний, есть данные по тестам на ковид, отлажено взаимодействие с медицинскими учреждениями и другими ведомствами. Помогают специалисты управления ПГОИЧС, МЧС, Центр управления регионом и Республиканского центра информатизации новых технологий. Позвонить можно в любое время суток по двум бесплатным телефонам, которые вы видите сейчас на экране. Ольга Барловская, Дмитрий Парахин, РТС. В Хакасии будет ветрено, но со следующей недели. Погода начнет меняться уже с понедельника, 7 декабря. Устойчивая погода продержится оставшуюся неделю. Столбик термометра будет держаться на отметке минус 8-13 градусов днем и 14-19 ниже нуля ночью. В горных районах до минус 24, временами небольшой снег, ветер 5-10 метров в секунду. А уже на будущей неделе поднимется ветер и принесет с собой циклон, сообщили в гидрометцентре Хакасии. Выставка Ангелина Сэм в Абакане. Шубы со скидкой до 70%. В ДК Победа с 30 ноября по 6 декабря. Каждая шуба со скидкой. Мое производство – это мой учитель. Каждое образование – это новые контакты. В приоритете стоит твое дело, твои люди, твой коллектив. Я вижу точки роста именно здесь. Бизнес-образование стало необходимым в современных условиях. Где получить бизнес-образование? мойбизнес.рф В МЧС по Хакасии новая спецтехника, а сегодня ее вручили подразделения в торжественной обстановке. Такой подарок спасатели получили в преддверии своего профессионального праздника. Тем более в этом году служба отмечает свое 30-летие. Современное, а главное – мощное. У первой пожарно-спасательной части Абакана выстроилась техника, поступившая в Хакасию по федеральной программе. Это уже стало ежегодной традицией. Представителям подразделений торжественно вручают ключи. Мы укрепляем и противопожарную безопасность, мы укрепляем профилактические меры именно по работе с нашими учреждениями и организацией в рамках противопожарной безопасности. Абаканскому первому пожарно-спасательному гарнизону передают автоцистерну «Урал-Некс». Его виду позавидуют трансформеры. А еще больше – возможностям. Перевозят 6 тонн воды. Есть пассажирский отсек для бойцов. Адаптирован для зимы. Начинен всевозможным снаряжением и системами связи. Опытный водитель Игорь Ким садится за руль такой машины с особым удовольствием. Здесь стоит полностью новая кабина, новый двигатель. И самое основное – это переделали тормозную систему. Здесь уже кабина посовременнее. И сидения были удобные, и руль. Удобнее ездить. Ну, это, во-первых, комфорт для людей, для бойцов. То есть безопасность самое главное. Мы под Новый год нам подарок сделали. Цейногорск получает пожарную насосную станцию на базе КАМАЗа. Она незаменима для тушения крупных пожаров в местах, где нет водопровода. Подает до 110 литров воды в секунду. То есть одновременно могут работать сразу несколько стволов. ГИМС усилили патрульным катером «Нордсилвер». В нем всепогодная навигация и спасательное оборудование. Два «Хюндая» передают сотрудникам надзорного управления МЧС. Мы всегда рады, когда к нам приходит современная техника для оснащения наших пожарно-спасательных и других подразделений. Думаю, что это в очередной раз укрепит нашу боевую готовность и позволит еще качественнее выполнять возложенные на нас задачи. До конца года спасатели ожидают поступления еще трех «Уралов» для пожарных частей республики. Ольга Барловская, Дмитрий Парахин, РТС. Знания на пять сегодня в рамках международного проекта «Большая история» прошел тест по истории Великой Отечественной войны сразу на 46 площадках Хакасии. Организаторами выступил молодежный парламент Хакасии. Разработали этот тест для того, чтобы получить объективную информацию об исторической грамотности населения России и соотечественников, проживающих за рубежом. Также задачей теста является популяризация военного и гражданского подвига советских людей и ведущей роли нашего народа в победе во Второй мировой. Сегодня в правительстве Хакасии подвели итоги юбилейного года, который прошел под знаком 75-й годовщины Великой Победы. Как удалось отметить сокровенную дату, несмотря на условия пандемии, узнал Оскар Артамонов. 2020 год стал непростым испытанием для всей планеты. Впрочем, несмотря на все сложности, 75-ю годовщину Победы Хакасия постаралась отметить максимально широко, насколько это позволяли условия продиктованной пандемии. Сотни онлайн-акций, концерты для одного слушателя, когда волонтеры Победы доставляли ветеранам ощущение праздника на дом. В различных мероприятиях, приуроченных к памятной дате, приняли участие десятки тысяч жителей республики. Сам День Победы, который нельзя было отменить, несмотря ни на какие пандемии, в режиме офлайн, в течение всего дня в 13 муниципальных районах работали фронтовые бригады. Они организовывали во дворах для ветеранов и жителей праздничные концерты. Концерты одного зрителя. Поем всем двором. По всему региону в течение года приводили в порядок мемориальные комплексы, а в городе угольщиков реконструировали сквер Крылья Победы и благоустроили площадь 30-летия Победы. Председатель Совета ветеранов Хакасси Галина Трошкина сегодня внесла целый ряд предложений, призванных увековечить память героев войны. Во-первых, подготовить и выпустить путеводители по городам и районам о памятниках, посвященных участникам Великой Отечественной войны. Их стало много. Их стали... Надо написать о комнате памятники. Кто там в этих путеводителях? И кто это сделал? Это важно. Оскар Артамонов, Андрей Доржу, РТС. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации на нашем сайте tvrts.ru и в социальных сетях РТС. Оставайтесь с нами.